Пу-пу-пу, дисклеймер. Наверное, Монакуму оставилось что-то и здесь. Нужно поскорее найти это. Даже не знаю, что он тут мог оставить. Но давай посмотрим, что это летает такое. И снова голограмма. Должно быть, это очередное письмо о основании будущего. Нужно его прочесть. Это без сомнения, еще одна улика. 14-му отделу о основании будущего Макото Наэгэ. А где вы, ребята? Что вы делаете? Макото Наэгэ. Макото, подожди, Макото, это вроде я, нет? То, что вы делаете, является серьезным актом предательства. А вы это понимаете? Подожди, а может, Макото, это в первой части главный герой? А кто я? Почему вы защищаете осколки отчаяния? Вы должны четко понимать, насколько опасно оставлять их в живых. Распокойтесь и тщательно все обдумайте. Вас обманывают. Тщательно подумайте о том, что важно для того, чтобы осветить мир к свету надежды. Вы в шестерон присоединяйтесь к осваиванию будущего, потому что вы согласились с нашими идеалами, верно? То есть, предыдущие шестера, те, которые выжили в первой части, они теперь... Вот так чуть-чуть. Они теперь перешли на сторону отчаяния. Основание будущего спасло вас от пережитой трагедии и помогло восстановить ваши воспоминания. Немедленно верните осколки отчаяния в наш штаб. Пока мы их не устроим, трагедии не будет конца. Все ради светлого будущего, наполненного надеждой. Что? Это значит? Ой, только не говорите, что будете, типа, бредся. Какие-то кристаллики соединяем. Когда мы их вместе соединим, то тогда этот... Джунка живет, типа. Она вас заточена в кристаллах. Что-то такое. Это письмо намекает на то, что кто-то пытался позволить осколкам отчаяния избежать. Письмо адресовано Макото на реке. Но он же из основания будущего, верно? Тогда почему он пытался защитить осколки отчаяния? Он предал основания будущего. Не надо столько улик. Вы чего? И еще одна улика. Охренительно. Нахожу один предмет. Добавляется 10 осколков. И сколько у нас уже есть? О-о-о. 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 Честь особо бы одну строчку нам дать, что... Те шестеро придали основанию будущего. И все. Ох, вот этот. А зуб мудрости заколебал. В щеку растет. Не могу уже. Так. Ну и что? Должна же где-то еще быть дверь. Вот. Второй Б. О, нет. Тут еще одна марта будет, да? Это, наверное, медь за то, что я сказал, что как... Все там в пейнте. Нет, не пейнте. Что там? Неважно. А? Это не класс? Я не очень понимаю, но, похоже, это прачечная. Бесполезно об этом задумываться, но я был в шоке. А теперь внезапно в прачечной. Был в шоке. А, был в школе. Да. То есть мы сейчас, когда выйдем из комнаты, мы, скорее всего, появимся в общежитии. Правильно? Что у нас тут? Планшет. Это похоже на планшет. И, похоже, он включен. Это еще одна зацепка. Я взял планшет и сразу же начал. его изучать. Программа Нового Мира. Программа Нового Мира. Новый Мир. По-моему, я уже видел и слышал это несколько раз. А программа Нового Мира также известна как симулятор психотерапевтической связи. Программа Нового Мира создана из самых последних психотерапевтических технологий и административных программ. Чтобы разработать программу Нового Мира, были использованы результаты исследований многих талантливых людей. Среди них были абсолютный программист, абсолютный невролог и абсолютный терапевт. Прикрепив устройство к черпу, программа Нового Мира позволяет испытуемо погрузиться в синтетический виртуальный мир, где мы сейчас и находимся. Я же сказал, что это типа голограмма, да, да. Тоже много где использовали, да. Кроме того, у программы Нового Мира есть и другая функция. Она может заменять воспоминания, сформированные в реальном мире, на информацию из виртуального мира. Таким образом, возможно, истыщи психологическую травму, полученную в реальном мире с помощью виртуального. Однако, это устройство предназначено только для психотерапевтических целей, и его использование для каких-либо других целей строго запрещено, несмотря на то, что устройство очень эффективно, эффектно лечит промывание мозгов, существует риск разрушения личности, поэтому при работе с этой программой следует проявлять крайнюю осторожность. А, вот что на классных судах все были такими придурожными, кого мы поймали. На них вот этой вот штукой мозги промыли, и поэтому у них было вот это раздробление личности. Мало-помалу, все вокруг меня обратилось в черный синтетический виртуальный мир программы. Я чувствовал опустошенность, словно все сущее начало портиться. Чувствовала слабость, словно мир уходил у меня из-под ног. Все, я начала Нела терять смысл. Отчаянные попытки, грустные прощания, конфликты, доверие, которые я чувствовал до сих пор, все исчезло, пока во мне не осталось лишь отчаяние. Они прям по бокам это показали. Я! Не, я Хазима Хинато. Значит, наггет, а это было, да, наггетто. Наггет. Короче, первый наггет был в первой части. Я громко закричал, чтобы убедиться, что оно было все еще, кроме даже книги. Не, я просто не могу этого принять. Я скорее приму то, что этого, этого просто не может быть. Это просто какой-то бред. Найс! Нужно больше флага, чтобы завершить руль моего персонажа. Ну что ж, а чей не ждет тебя? Невозможно. Это невозможно. Это все не настоящее. Все, что я видел, не настоящее. Ненастоящее. И я тоже. Ты теперь сам с собой будешь разговаривать. Но это будет охренительный диалог, учитывая, какой он тормоз, это все не настоящее. Ненастоящее? Что ты говоришь? Говорю, не настоящее. Как это все не настоящее? Вот сейчас такое и будет. А, пусть его завершили неожиданно диалог этот. Все, тогда пошли вон из комнаты. Сейчас должно быть общежитие. 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 Театр Монакумы. Эй, как дела? Эй, как дела? Вам понравилось? Убийственная школьная пресска. Кстати... Помню. 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 ту. Пойду вам. Помните. Ту речь, что я толкал. Помню. Помню. Ту речь, который я толкал. В начале. Ле, в начале с этого момента я обещаю вам мир, который и по правду заслужит, называться игрой. Пухуху, вы смотрящие за этим, единственные, кто поймет, спасти всех. Конец мира настал, что будет, что будете делать, это же произойдет, как-то херню тяжело читать. Разве это не захватывающе? Разве это не сердцедрепещуще? Ждете, что будет дальше? кошмар с моей головой реально не все в порядке если это смог прочитать этот коридор когда мы впервые тут оказались я шел по этому коридору из класса чтобы попасть портал я правда не вижу сходства но о пизда минус зрения куда мне так а как я так пойму куда мне можно зайти куда не но это уже честно говоря перебор это конечно прикольно но а двери эти светятся куда могу у сказал что можно будет вернуться сутка в спортзал а я забыл что у меня до сих пор есть этот кролик земрождение нет я настаиваю когда мы попадем в общежития это чё за монолит но все еще поймаем маслину и так закончится на этом она парит в воздухе это невозможно не может быть чтобы что-то настолько большое парила почему огромный кусок металла сверху над крышей магниты под полом магниты все пожалуйста что это за чертовщина и когда я посмотрел на этот предмет ну извини если те буквы ячего мог прочитать то двоичный код я точно считать не умею уж извините это же это чехир 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 чехира вроде чехир а я не помню как у них голос хули выходить или помню как у нас был в начале игры это вообще из предыдущих добро пожаловать добро пожаловать программу нового мира человек летающий человек разговаривает со мной ну ты тупой что ли как-то 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 как можно было сделать вывод что этот человек не изображение не еще что-то не искусственный интеллект человек до квадрат кто это нет стоп это вообще человек что ты начал догадываться о чем-то не совсем человеке просто программа искусственного интеллекта я бы хотелось чтобы ты назвал меня альтер-эго я же сказал это она она умеет разговаривать она слышишь но что это такое искусственный интеллект он за значит он хотя он это она но она все равно он потому что ну в программе но если в программе искусственный интеллект значит это он но альтер-эго эго она альтер-эго прорума искусственного интеллекта я управляю программы нового мира я отвечаю за создание этого мира и контроль над ними однако только наблюдатель может влиять на вас на приборе я могу оказывать большое влияние обычно ты даже не должен меня видеть можно сказать что я некто вроде управ дома я могу наблюдать за всем зданием она не могу управлять отдельными комнатами но фиру заразил все чем не приходилось управлять и из-за этого мир которым я управляю действует очень своеобразно подожди мой мозг не не может переварить все это будет сказано и позволь мне сначала собраться с мыслями черт и снова то чувство что и раньше я будто плечу мои ноги словно не касаются пола я будто бы не чувствую собственных ног а будто бы я даже не верю в свое существование ты знаешь где мы сейчас находимся скажи мне что такое программа нового мира пропустила процедуру сбора данных для информирования целого мира поэтому сейчас используя не надо пищать сейчас используются данные которые мы собрали во время экспериментальной стадии а конкретно данные моделирование острова бармаглот а где находится этот исследовательский комплекс а что если все время все это время мы находились в симуляции и на самом деле на острове и на островах баргломот мы не были а сейчас когда кончился таймер он типа решил показать что такое опа 5 симуляция была и получается всех кого мы убили оказываются живы это уже было бы слишком крупно круто я думаю там не сделали так это уже было здесь был восстановлен прежний дизайн острова бармаглот следовательно если мне нужно ответить на вопрос к тем это не отвечу по большей части на острове которые его части разнятся в зависимости от обстоятельств похоже что это пространство находится полностью под влиянием вируса наверное поэтому и я стою перед тобой однако я даже без вируса эти обстоятельства много неестественные похоже что запуском спешили поэтому не было достаточно времени на сбор данных прости я правда не знаю что происходит в отличном мире в конце концов я лишь занималась наблюдением за программой нового мира большинство ее слов я понимал что они значат но я не мог понять что имелось ввиду это как я просто тормоз что такое слово означает я знаю но вместе это какая-то херня я никак не мог поверить что это правда было бы куда больше смысла если бы это был настоящий мир стой ты говоришь это не настоящий мир я чувствую я чувствую что я не могу поверить то что здесь происходит это недостающее чувство реальности все загадки вся правда все это вымысел вымесел ли даже так я должен это знать я должен знать что это за мир ну действительно если посмотреть по вокруг это же конечно невозможно понять это реальный мир или вымесел должен знать кто мы такие эй ответишь еще на один вопрос для чего вообще использовалась эта программа нового мира программа нового мира служит лишь одной цели чтобы облагородить настоящий мир пожалуй можно сказать что это программа для создания надежды программы для создания надежды но то что мы здесь и то что у нас стерли воспоминания получается все это ошибка программы воспоминание это первый шаг в замене памяти замена данных воспоминание от одной из функции программ нового мира становленным блоком управление памяти можно удалить любой установленный период времени а потом можно загрузить воспоминаний получено в виртуальном мире можно удалить любые установлены период времени акума был прав мы действительно потеряли наши школьные воспоминания зачем нет но это не конечно хорошую подушку подготовиться Слушай, учитывая, что они сказали, что теперь любое воспоминание можно стереть и заменить его, то они теперь любую херню тут могут добавить, и потом просто объяснить Сашу. Ничего не знаем, мы это и-и сделала. Зачем у нас стерни школьные воспоминания, и почему вообще мы? На это ведь была причина. Это для меня, это тоже загадка. Использовать программу на выживших из академии пока еще, пока она еще в экспериментальной стадии. Но я верю, что это была хорошая причина. К сожалению, я не знаю, что происходит во внешнем мире. Извини. То есть мы лабораторные крысы? В голову лизит только это объяснение похоже. Мы просто лабораторные крысы. Это дело рук основания будущего. Но ведь они пытаются спасти мир, верно? Они основания будущего. Нам не союзник. Так, ну прости, я мало чем могу тебе помочь. Если бы мои усилия не были такими слабыми, вирус бы не отобрал у меня власть над этим миром. От всех новых слов у меня сейчас голова лопнет. Ты можешь рассказать мне побольше о наблюдателе и об этом вирусе? Но. Это сессия программы нового мира была запрограммирована на 15 человек плюс двух наблюдателей. Двух наблюдателей? Да, они скрывались под маской учителя и одной из учеников. Да, 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 да. Это у нас была Чьяки и Маноми. Усами одно и то же. Они должны были привезти сюда учеников. Кстати, наблюдатель в роли учителя был уполномочен влиять на всех. А у наблюдателя в роли ученицы таких полновочий не было. Их вообще не давали никаких особых полновочий. Поэтому она оказалась такой же, как и все остальные. На что конкретно способен учитель? Например, учитель может создавать правила для этого мира и управлять ими. Если учитель правильно управляет своими созданными правилами, риска злоупотребления нет. После того, что вирус все заразил, это изменилось. Он изменил мир, в котором насилие не должно было быть изначально. Программа нового мира гарантировала бы бесконечный мир и покой. Но, как и внешний мир, этот мир и наполнился насилием и смертью. Что это за вирус? На самом деле, я не знаю, что он из себя представляет, но его функционал выходит за рамки моих возможностей. Нет, я замерил примерно громкость какая-то этого пиканья. И мне, походу, придется каждое это пиканье делать тише. Потом на монтаже. Независимо от того, как я пыталась его установить, он ведет себя так, как будто уже знает, что я пыталась сделать. В конце концов, он украл часть моих способностей, отвечающих за построение мира. Прямо как Грейс Мейстер. Несмотря на все мои отчаянные попытки дать отпор, чтобы у него не было полного контроля, часть мира была изменена так, как он этого хотел. Она, наверное, говорит про монокоморок и доме веселья. Получается, чтобы он не делал, она только может убиваться. Но должен отметить, альтер-эго – это впечатляющий искусственный интеллект основания будущего. Это можно увидеть, просто пообщавшись с ней. Это значит, что вирус настолько умен, что произошел альтер-эго? Если так, то этот вирус тоже является искусственным интеллектом? Черт, ну что за хрень? Один искусственный интеллект ведет войну с другим. Это чертовски напрягает. Но как этот вирус проник в программу нового мира? Программа нового мира существует в изоляции. Ее невозможно заразить через сеть. Так что, можно не сомневаться, кто-то загрузил его физически. Физически? Ну, возможно, кто-то втайне принес внешний физический накопитель памяти с вирусом в комплекс, и непосредственно загрузил его в главный компьютер, на котором установлено длина программа нового мира. Судя по моим расчетам, скорее всего, это и произошло. Его принесли в комплекс основания будущего. Но доступ к комплексу есть только у членов основания будущего. Проклятие. О чем я только думаю. Почему я считаю все услышанной правдой? Почему я считаю, что все вокруг это ложь? Наблюдатели. Ну, да, вирус могущественный, но он меня полностью подавил. Но я все еще в состоянии защищать жизненно важные зоны, поэтому у него тоже есть ограничения. Ограничения? Так как он взял на себя роль наблюдателя, он должен следовать правилам наблюдателя. Например, чтобы завершить программу, освободить всех, ему нужно следовать верной процедуре и... Так, хватит! Пусть ты... Божество, в облике машины все хватит! Если скажешь еще хоть слово... Допустим, ты существуешь между жизнью и смертью, и твоя жизнь неизбежна. Если это так, то она может быть... Параллельной отклонению, основанию, назначению существования, составляющая отношения в этом. Изменение парадигмы приводит к тому, что оно быстро обрывается и создает ситуацию, когда твое собственное существование незаметно ускоряется, пересекается со среди мира на ситуации, с контекстом побуждает тебя. Смертик, 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 смерти. Смертик, смертик, смертик. Да, я понял. Эй. К смерти. Ты понял? Я не буду это по 10 рассчитать. Я голос сейчас сорвусь и все. А, уже по конец выпуска почти тогда можно. Допустим. Не, ну... А вот этот наггет первый. Что за хрень? Что только что произошло? Эй, здесь... Эй, здесь кто-нибудь есть? Есть здесь кто-нибудь, а? Мои голоса... Голоса основных персонажей уже все на равных идут, поэтому я могу нормально читать. Кто ты? Ты ведь не та, с кем я до этого разговаривал. Может быть. С его стороны меня не слышно. Все-все, я общаюсь с миром через альтер-эго. С тех пор, как вы попали в то пространство, видеосвязь пошла с заметными искажениями, но даже так нас заставили наблюдать за вами все это время. Нас заставили смотреть на то, что вас заставляли делать. Заставляли наблюдать за нами? Я правда хочу вас спасти, но из-за вмешательства вируса я не могу. Программа больше не принимает. Наши запросы включает. Вопросы на выключение. Сейчас программа нового мира вне нашего контроля. Этот человек создал независимую область в этом мире, которая не поддается вмешательствам извне. Но альтер-эго предоставил мне возможность поговорить с вами напрямую. И если это сработало, то я надеюсь, что человек, с которым мне нужно поговорить, находится передо мной. Похоже, этот парень не видит меня и не слышит. Только кто он такой? Наш союзник? Так как времени мало, я скажу, что должен и буду верить в то, что ты меня слышишь. Но сначала я должен извиниться перед вами. Я знаю, извинения не помогут, но мы не думали, что может произойти что-то подобное. Мы не знали, что в программе нового мира скрывается такой ужасный вирус. Но это целиком и полностью наша вина. Да, мы виноваты в том, что они понимали этого, пока не стало поздно. Но дело не только вирусе. А я вообще не уверен, что у программы изначально не было проблем сказать по правде. Я был не уверен, стоит ли помещать вас в программу или нет. Но это был единственный способ спасти всех вас. Я хотел спасти вас. Спасти нас? Почему он хотел нас спасти? Как это может нас спасти? Вы видите, уже видели пароль для получения доступа к выпускному экзамену. Тот, который 11 на 3.7. Это цифра, которую мы нашли в домике Незуми. Дверь в древних руинах должна открываться, когда вы собрали все фрагменты надежды. А потом вы должны были сдавать выпускный экзамен. Однако я подготовил пароль на случай. Если что, пойдет не так, как я уже сказал. Я сомневался, что программа отлажена до идеала. Под шансы были малы. Я предполагал, что наблюдатель может стать опасным. Поэтому я оставил пароль 11 на 3.7. В месте, куда вход для учителя распрещен. Я и думать не мог, что Нагита, когда увидит пароль, сотрет его. В общем, именно я выбрал эти цифры для пароля. Они содержат секрет. Близкий мне человек оставил эти цифры, чтобы спасти меня, когда я оказался в тяжелой ситуации. Но это ж Леон, Вернаганин. Но это ж не цифры. Да ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Я доверяю вам этот секрет. Он поможет вам в будущем. Этот человек пытается использовать выпускной экзамен в злых целях. Я уверен, что он скинет вас в кучи ночи, а не использует выпускной экзамен. То есть, какой-то чувак, правильно? То есть, сейчас у нас идет расследование того, кто нас сюда завел и что должно произойти в целом. Я так понимаю. Надо разгадать, кто внес этот вирус и кто, среди нас еще один предатель. Или, скорее всего, никто из нас предатель, а кто все это устроил. Все, я понял. Но... Нет, что-то тут не так пока. Ну что, я пока не все понял, но все это не так. Но я хочу, чтобы вы держались и не теряли надежду. Хочу, чтобы вы держались, пока я не доберюсь сюда. Потому что у меня есть секретный план, как победить его. У него есть секретный план, как победить моноклуму. При худшем развитии событий, когда наблюдатели становятся опасными, я подготовил скрытую команду, которую нужно использовать на месте проведения экзамена. А, вот что я хотел сказать. Она запустит принудительное выключение. Принудительное выключение. Я очень хотел спросить. То есть, если бы я собрал все фрагменты надежды сюжета и пошел по другой линии, когда мы прошли к этому древним руинам. Хотя я сомневаюсь, это был бы слишком большой герой. Нет, сомневаюсь. Даже учитель не может остановить эту команду. Это единственный способ выбраться отсюда без разрешения наблюдателя. Это значит, что даже с роли учителя он не сможет остановить эту команду. Если использовать ее, то вы сможете победить. Но хочу запустить принудительное выключение. Ну, чтобы запустить принудительное выключение, необходимо больше, чем половина людей. И для того, чтобы сделать это, мне нужно как-то увеличить число людей. Не, ну тут я уже не прочитаю, что он хотел. Приготовьте к смерти, что ли. Думал, демон появился. Так, смерть, смерть, блядь, заебал. Что это сейчас было? А что сейчас было? А это мы уже узнаем, что еще не пускай. На этом все. Все ссылки в описании, напиши на видео, в мой контент, поставь лайк, что видео оградилось. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok